Сотникова посоветовала Медведевой подумать о завершении карьеры. Также в этом выпуске, Рудковская присваивает себе заслуги Тутберидзе. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, а теперь к новостям. Олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова поделилась мыслями о будущем фигуристке Евгении Медведевой. В текущем сезоне Медведева не принимала участие в официальных соревнованиях из-за обострившейся травмы спины. Жене для начала надо определиться, стоит ли вообще продолжать карьеру. Все-таки молодежь уже наступает на пятки, сообщила Сотникова. Сотникова подчеркнула, что перед тем, как возобновлять серьезные тренировки, спортсменке необходимо окончательно оправиться от всех травм. Кроме того, она отметила, что не всем удается совмещать тренировочный процесс с выступлениями в шоу. Ранее Медведева сообщила о своем возвращении к тренировкам на льду. Рудковская присваивает себе заслуги Тутберидзе. Да кем она себя возомнила? Жена Плющенко пытается стать первым лицом фигурного катания. Рудковская атакует позиции Тарасовой. Недавно в это было сложно поверить, но фигурное катание становится самым популярным спортом в России. И телевизионные рейтинги это только подтверждают. Произвольные программы девушек на Кубке России в Москве посмотрело больше людей, чем футбольный матч национальной сборной. Оказывается, своей бешеной популярностью фигурное катание обязано не нашим удивительным чемпионкам и не Этери Тутберидзе, их воспитавшей, а продюсеру Яне Рудковской. Но, по крайней мере, сама Яна в этом не сомневается. Да кем она себя возомнила? Рудковская считает популярность фигурного катания своей заслугой. Сразу две телетрансляции и фигурного катания вошли в топ-3 самых просматриваемых спортивных передач недели. Произвольную программу на этапе Кубка России в Москве посмотрели 2 миллиона 66 тысяч 400 человек, короткую — 1 миллион 652 тысячи человек. Казалось бы, ничего удивительного. Российские фигуристки сейчас находятся на нереальном подъеме и раздвигают границы возможного, в то время как футболисты не могут справиться с не самыми крутыми соперниками. Но эта новость вызвала бурную реакцию в СМИ и соцсетях. Пока болельщики радовались и благодарили наших чудо-девочек, Яна Рудковская на полном серьезе присвоила все заслуги себе. И это всего лишь на первых официальных стартах. Боюсь представить, что будут за цифры дальше, а также сумма рекламных контрактов у девочек-фигуристок топ-3 мирового рейтинга. Круто. Расшевелили это застоявшееся болотце наконец-то. Написала Рудковская. Этери, держитесь. В контексте последних лет фраза продюсера про застоявшееся болотце звучит просто нелепо. По сути, Рудковская просто присваивает себе заслуги Тутберидзе. Женское одиночное катание еще лет 10 назад действительно напоминало болотце, но сейчас более неадекватного сравнения и не придумаешь. Хочется напомнить госпоже Рудковской, что фигурное катание у нас не просто существовало, но и процветало до прихода Плющенко на тренерскую арену. А будет ли оно процветать дальше, большой вопрос. Пока что с приходом Евгения увеличились не только рейтинги, но и количество скандалов. Впрочем, в представлении Рудковской наверняка одно плотно связано с другим. Очевидно, что Рудковская пытается стать первым лицом фигурного катания, вытеснив с этого пьедестала Татьяну Тарасову. Фактически супруга Плющенко атакует тренера главного оппонента Ягудина. Своё недовольство происходящим выразил даже бывший игрок сборной России по футболу Владислав Радимов. Достали хайпажоры, превратившие фигурку в грязный шоу-биз и живущие по его правилам. Да, я про Плющенко и Рудковскую. Им бы наконец уже заткнуться со своими высказываниями. Этери, держитесь, вы, лучшая. Написал Радимов у себя в Твиттере. И многие болельщики поддержали высказывания футболиста. Тутберидзе оживила женскую одиночку. Можно по-разному относиться к Этери Тутберидзе, но нельзя опускать тот факт, что именно она возродила женское фигурное катание в России и возвела его в культ. О феномене Тутберидзе заговорили еще шесть лет назад, когда юная Юлия Лепницкая победила в командном турнире на Олимпиаде в Сочи. Девочка в красном пальто поразила своим катанием весь мир. Благодарность ей писал даже сам Стивен Спилберг. Программа Юлии была поставлена под музыку из его фильма. И несмотря на то, что в одиночных соревнованиях первенствовала ученица Елены Буяновой Аделина Сотникова, большую славу получила именно Лепницкая. Домашние игры – лучшая возможность заявить о себе. Именно на таком патриотичном подъеме и загорелась первая яркая звезда Тутберидзе. Уже тогда было ясно, что у Этери большое тренерское будущее, и мы еще увидим ее фигуристок на пьедестале. Медведева и Загитова – самые успешные проекты Тутберидзе. После Лепницкой главной звездой Тутберидзе стала Евгения Медведева, прима фигурного катания на протяжении двух с половиной лет. Именно с Женей Этери начала техническую революцию в фигурном катании, постепенно увеличивая сложность программ. Медведева в свое время считалась техническим гением и новатором, а их тандем с Тутберидзе восхищал весь мир. Тогда Этери не давала поводов сравнивать себя со «Снежной королевой». С Женей она выглядела максимально теплой и добродушной, а их общий успех закрепился в исторических рекордах. Затем у Тутберидзе заявила о себе еще одна ярчайшая спортсменка – Алина Загитова. Их драматичное противостояние с Медведевой на Олимпиаде 2018 разделило мир фигурного катания на «до» и «после». Именно тогда в этот вид спорта и пришли фанаты, хейтеры, рейтинги и большие деньги. И это, несомненно, заслуга Тутберидзе. Сотни тысяч подписчиков в Инстаграме – главные роли в лучших шоу мира, дорогие рекламные контракты – это совместное достижение Тутберидзе и ее учениц. В России на данный момент больше ни у кого из фигуристок нет такого успеха. Непобедимое трио – тоже заслуга Тутберидзе. Трусова, Щербакова и Косторная пока не добились такой популярности, зато совершили настоящую техническую революцию. Сложно сосчитать, сколько рекордов они успели поставить за время сотрудничества с Тутберидзе. В первом же взрослом сезоне девушки обзавелись не только медалями и болельщиками, но и контрактами с крупными брендами. И после этого вы называете фигурное катание застоявшимся болотцем. Фигурное катание превращается в болото. Все главные фигуристки последних лет – выходцы из группы Тутберидзе. Именно Этери привела их к медалям и популярности, превратила в легенд и помогла устроить безбедную жизнь. Все эти годы о фигурном катании говорили только в контексте группы Тутберидзе. Рудковская, конечно, понимает толк в шоу-бизнесе, но ни одну звезду пока не раскрутила. Разве что собственного сына. Конечно, фигурное катание стало еще более медийным с приходом Евгения, но пойдет ли это в плюс – большой вопрос. Сейчас здесь куда больше скандалов, нежели спорта. Скорее Плющенко и Рудковская не расшевеливают болотца, а погружают фигурное катание в болото. Да кем она себя возомнила? Сможет ли фигурное катание после этого отмыться?